Более 70% российских АЗС не доливают топливо в баки машин. К такому выводу пришли активисты Независимой Федерации Автомобилистов. Исследование показало, в среднем недобросовестные заправочные станции оставляют себе около 5% оплаченного водителем бензина. Таким образом, реальная стоимость того или иного топлива автоматически вырастает на несколько рублей за литр. А вот обманывают ли наринмарских автовладельцев, решил выяснить заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Вместе со съемочной группой он отправился в рейд по местным АЗС. Подробности прямо сейчас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть специальные сертифицированные такие мерки для того, чтобы сделать контрольный замер топлива? Да, я депутат Государственной Думы фракции ЛДПР. Из Москвы приехал. Недавно, вы, наверное, слышали, провели контрольный замер. И вот мы хотели бы убедиться, что в наринмаре все в порядке. Мы надеемся, что серьезная топливная кампания. И здесь, конечно, такого быть не должно. Но на всякий случай, по просьбе наших граждан, мы решили на всякий случай тоже это сделать. Мерник для топлива есть, но вот выдать его сотрудник АЗС отказался. Мол, по инструкции запрещено покидать служебное помещение. Уговоры передать прибор через окно или дверь ни к чему не привели. Можно меня не снимать? Не снимать. А вас не снимают? Меня нельзя снимать. Хорошо, вас не снимают. После диалога с Ярославом Ниловым кассир демонстративно закрыл окно, завесил жалюзи и начал кому-то звонить. А через несколько минут снова попросил депутата представиться. Оказалось, что специализированного мерника на АЗС вовсе нет. Хотя 10 минут назад сотрудник компании убеждал нас в обратном. Вот на автозаправочную станцию приехал один из руководителей. Поинтересовавшись, чем здесь дело и кто здесь депутат Госдумы, он без проблем согласился предоставить мерник для топлива. Контрольная закупка показала, клиентов здесь не обманывают, бензин заливают до последней капли. ГОСПРД стоит в ноль. Пределы допустимой прибрежности, предыдущий минус 20-25. Скажите, пожалуйста, а у вас есть такая сертифицированная мерка, чтобы мы заправили машину, но были убеждены в том, что полный долив происходит? Мерник есть. Мерник есть. А можно мы заправим через него? Вот, сейчас, секунду. Вот, другое дело, спасибо. На следующий АЗС обошлось уже без звонков руководству. Специализированный мерник-кассир предоставила по первой же просьбе. Эксперимент не выявил нарушений. Топливо продают ЧЭС, насколько купил, столько и заправил. Вот если смотреть по уровню, в принципе, да, ровно. Ровно, ровно 10. Здесь вопросов нет. Если были вопросы, нам так быстро бы не дали эту мерку, да? О том, что 76% российских АЗС не доливают бензин, стало известно на прошлой неделе. Узнав об этом, многие водители пришли в ярость, мол, цены на топливо в стране и так запредельны, а тут еще и на литрах экономят. Топливо растет постоянно. Если нас еще и таким образом обманывают, конечно, обидно. Сегодня стало известно, проблема недолива топлива на автозаправочных станциях займется Росстандарт. Недобросовестным продавцам могут грозить немалые штрафы, ведь мошенничество – уголовное преступление. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.